Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Руслан Шамшадинов, и я начинаю свой курс «Как научиться жонглировать пятью мечами за один час». Сразу хочется ответить на вопрос, выведенный в заглавие данного курса. Ответ будет «Никак», потому что за час научиться жонглировать невозможно. Но мой курс длится час, и за этот час вы получите самые важные рекомендации по жонглированию, без которых обучение просто невозможно. Итак, первое занятие. Начинаем жонглировать одним мечом. Манипуляция с одним мечом – это самое главное в жонглировании. Умение перекидывать мяч, ощущать мяч, контролировать его движение, основа жонглирования, любым количеством мечей. Поэтому мы начинаем с одного меча. Мяч должен быть округлой формы, должен удобно держаться в руке, вы должны его спокойно ощущать, вес должен быть не слишком большим, не слишком маленьким. Мяч должен легко держаться в руке, перекидываться, без особых усилий. Но вы должны чувствовать его вес. Это очень важно. Если мяч будет слишком легким, вы не будете чувствовать его движение, вы не будете чувствовать силу, которую вы тратите на подкидывание мяча. Если он будет слишком тяжелым, вам будет просто тяжело. Итак, при жонглировании пятью мячами и при жонглировании тремя мячами траектория движения мячей одна и та же, накрест. Мы перекидываем мячики из одной руки в другую, и с левой в правую, и с правой в левую. Итак, для того, чтобы научиться делать эту стандартную комбинацию перекидывания мячей, что, собственно, многие понимают под жонглированием, вам нужно научиться хорошо и правильно управлять одним мячом. Я вас этому сейчас научу. Итак, движения рук должны быть равномерными, одинаковыми. Вы должны контролировать каждое свое движение, но при этом быть расслабленным и сосредоточенным. Смотрите внимательно. Когда я перекидываю мячик при жонглировании тремя мячами, движения рук одинаковые. От себя, по кругу, локоть близко к корпусу, плечи не поднимаем, расслабляем. Локоть никуда не ходит. Мы делаем равномерный проворот от себя, подкидываем мяч, ловим, проворот от себя, подкидываем, ловим. За мячиком тянуться не нужно. Мяч сам прилетит, куда ему надо, то есть вниз. Это сила притяжения, она неумолима, и она играет нам на руку. Главное научиться с ней работать. Мы подкидываем мяч, ловим, подкидываем, ловим. Попробуйте очертить себе гипотетический прямоугольник, в углы которого вы должны кидать мяч. Мяч должен проходить траекторию восьмерки. Всегда кидайте мяч на одну высоту. Это поможет вам при жонглировании большим количеством мячей. Если мячики будут подлетать на разную высоту, вам будет сложно, вот видите, мне вот очень сложно, отконтролировать их равномерное перемещение. Если мяч будет высоко, низко, высоко, низко, это уже суперкомбинации, которые вы освоите потом. Итак, один мяч. Попробуйте повторить это движение, к примеру, 20 раз. 20 счетов. Раз, два, раз, два, уже 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И так до 20. Когда вы почувствуете, что вы кидаете мяч на одну и ту же высоту, вы не делаете лишних движений руками, пробуйте чередовать подкидывание мяча из руки в руку подкидыванием мяча вверх, в той же руке. Вообще, на первых этапах крайне важно пробовать кидать мяч по-разному. Это поможет вам лучше ощутить предмет. Можете попробовать подкинуть под ногой, за спиной. Но не забывайте об основе основ. Подкидывание мяча из руки в руку. От себя, локоть близко к корпусу, на одну высоту. Рукой не провожаем, когда подкидываем, и не ловим раньше времени. Мы ждем, пока мяч сам прилетит в руку. Итак, когда вы освоите манипуляции с одним предметом, мы можем переходить к следующему этапу. Жоглирование двумя мячами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok